Я опять начну писать план сегодняшней лекции. О, это книжка. Писать план сегодняшней лекции, но у меня опять на трех страницах. Это прям как-то даже стабильность признака мастерства. Ну сейчас что-нибудь придумаем. Надо же когда-нибудь закончить с этим вашим линуксом. А, ну тут правда хорошо, на двух страницах. Если вы помните, мы в прошлый раз закончили на том, что сформулировали требования к дистрибутиву, который мы с вами строим. Особенностью его была в том, что это дистрибутив операционной системы, а также особенностью его была в том, что у нас особым образом идет разработка, она открытая, и поэтому дистрибутив операционной системы, он в какой-то момент становится очень трудно весь его взять и написать от начала до конца. Поэтому исторически сложилось, ну вернее так, многие свойства того, как сегодня устроен дистрибутив свободных операционных систем, складывались не сразу, а в течение, так сказать, истории, и иногда без знания вот этой истории непонятно, почему все пошло так, а не иначе. Вот. Значит, всю эту историю, разумеется, рассказывать у меня времени нету, но кое-чего все-таки придется рассказать. Значит, эпоха 0, это все идет по спирали, да, значит, упор делается то на бинарные варианты, то на исходники, то опять на бинарные, то опять на исходники и так дальше. Значит, эпоха 0 состояла в том, что у нас были просто такие бинарные наборы каких-то программ, вот, просто наборы программ, наборы программ. И это и называлось дистрибутивом. Как правило, значит, это происходило в такие умопомощительные годы, когда все компьютеры одинаковой ветки были совершенно одинаковые, вот, все 10 или там все 100, все 1000. Вот. Соответственно, вы получали на руки какую-то, значит, какую-то ленточку с вот этими самыми программами, содержащими операционную систему, то есть operating system, способ использования вашего компьютера, вот, к ней прилагалась вот такая инструкция, значит, написанная, не знаю, там, на принтере, на матричном, там, самым цепном распечатанная, как это вот, что нужно делать с магнитофоном вашего компьютера, чтобы, значит, с этой магнитной ленты или с перфоленты почти чайнее загрузиться и как-то что-то куда-то поставить, и как пользоваться программами, которые там находятся. Понятное дело, что это все делалось в какие-то такие умопомощительные годы, во времена, когда еще, значит, про открытую разработку, вместо открытой разработки была разработка университетская, то есть люди делились исходными кодами не со всем миром, а только с теми, там, еще десятками или, может быть, сотнями людей, которые в этом что-то понимали, вот. Понятно, что до тех пор, пока себестоимость одного компьютера была запредельной, и себестоимость написания одной программы была также вполне себе запредельной, да, все это вполне работало, ну, вот сидели люди что-то писали. Вот. Довольно быстро, и, собственно, с этого начинается развитие понятия дистрибутива как такового. Довольно быстро до народа дошло, что, как это, бить батьку лучше в рту, да? То есть, если человек сидит в одном углу и разрабатывает какую-то программу, а другие люди, между прочим, вполне готовы ему помочь в разработке программ, сидят в другом углу, то было бы неплохо, чтобы этот самый человек, вреди, эти самые другие люди имели доступ к исходникам. Вот. Имели доступ к исходникам, причем не просто к исходникам, а умели их успешно из этих исходников сделать вот такие бинарники. Возможно, кстати, другие немножко, ну, потому что зависит от условий компиляции, да? Вот. Инструкция по сборке. Значит, если инструкция по установке, это, в общем-то, инструкция человеку, да? Вставь ленточку туда-то, набери на пульте то-то, нажми педаль, вот. То инструкция по сборке очень быстро народ осознал, что это, конечно же, инструкция не человеку, а компьютеру, который будет собирать из исходных текстов вашу программу. То есть, помимо задачи, собственно, распространения, в те времена возникла внезапная задача успешной сборки из исходников. Почему? Ровно в том случае, когда у вашего получателя, у вашего пользователя, ну, пользователь в данном случае это ваш коллега, да? У вашего коллеги, получается, скомпилировать ту же самую программу из тех же самых исходников, вы вполне можете рассчитывать, что ваш коллега доработает эту программу, сделать что-то, чего вы используете, или на что у вас нет... Таким образом, в общем-то, в одном и некую просто открытую разработку, да? Когда каждый вносит свой вклад. Вот. Значит, вот эта вот инструкция по сборке, как только вы собираете в составе дистрибутива не одну, две, три программы, а, скажем, пару сотен, такое очень маленькое число, на самом деле, вы понимаете, да? На самом деле, их десятки тысяч. Так вот, пару сотен, да? Перестает быть инструкцией человеку, и начинает быть инструкцией компьютера со всеми вытекающими. Что, собственно, мы должны захотеть, когда мы собираем программу из исходных текстов? Ну, разумеется, это собственная инструкция по сборке как таковая, и возможно модификация исходного текста в скобках патч. Тут надо заметить, что большинство людей не, так скажем, не из мира Linux, при слове патч вспоминают какие-то многогигабайтные экзешники, которые надо запускать, а не что-то адское делать с содержимым компьютера. Нет, речь идет, конечно же, не об этом. Речь идет об инструкциях, но не по сборке программы из исходных текстов, а по превращению одних исходных текстов в другие. Почему нужна такая инструкция? Потому что, ну, по трем причинам, на самом деле. Во-первых, очень удобно, когда ты отсылаешь автору не исправленный файл, а конкретное исправление, что в каком месте было поправлено. Просто этот автор на это смотрит, говорит, да, действительно, да, а вот если, допустим, ты ему отсылаешь исправленный файл, то это он должен взять программу-сравнилку и сравнить то, что ты написал, с тем, что он написал. Вот. Ну, ты хотел помочь или хотел поиздеваться? Если ты хотел помочь, пришли патчи. Во-первых, наложить патч – это одна команда, во-вторых, прочесть патч гораздо удобнее. Более того, если ты сделал много изменений, это вторая причина. Если ты сделал много изменений в исходных текстах, пришли много патчей. Вот модификация исходного кода происходит не в один присест. Добавили такую-то фичу, добавили секью-то фичу, убрали такую-то ошибку. Вот если мы просто пришлем модифицированный исходный код, то это все будет такое одно большое изменение в одной помойке. Вот. Вот. Гораздо удобнее, опять-таки, если ты хочешь помочь автору, гораздо удобнее оформлять это не в виде одного большого изменения, а в виде нескольких маленьких изменений. Почему? Потому что каждое изменение решает свою задачу. Вот. Либо в будущем семестре, либо через семестр, то есть следующей осенью, мы будем говорить о дисциплине разработки. И вот там как раз это будет в полный рост. Да? Одно изменение – один патч. Таким образом, у нас наши исходные тексты нашей программы обрастают двумя сущностями. Это так называемая спецификация – SPEP. А это так называемый патч. В таком виде, в некоторых операционных системах, например, в операционной системе FreeBSD. И это дело дожило до сих пор. Во FreeBSD – это не Linux, это другой, это еще более старый Unix, да? Существенная. Ну, в смысле, разословная у него такая, прям вот, от самых откорней. Во FreeBSD вообще спецификация представляет собой makefile. То есть фактически вся инструкция по сборке пакета из исходного кода оформлена в том же стиле, в котором вообще программисты с давних пор оформляют свои многофайловые программы. Написал makefile, в этом makefile написано, что из чего собирается, а в случае FreeBSD-шного makefile, он выполняет роль спецификации, потому что там написано не только, что из чего собирается, но и куда устанавливается, и, возможно, там есть какие-то параметры сборки управляемые, и там написано, что еще нужно, чтобы вообще все собралось. Короче говоря, никто не мешает, не плодя сущности, вот эту спецификацию оформить в виде makefile. И патчи там где-то лежат. Тут, правда, появляется еще один забавный вопрос. Забавный вопрос, что когда у нас есть исходники, есть инструкция по сборке, есть все патчи, и у автора все собиралось, что нужно еще соблюсти, какую дополнительную составляющую, чтобы у вашего пользователя, ну, опять же, коллеги у вашего, все это тоже собралось. Да, значит, это очень тупой вопрос, на него тупой ответ. Нужно, чтобы было то, что собирает. Значит, еще вот, это как в Ubuntu форумах, да? Человек говорит, я все делаю, как написано в инструкции, все, все делаю, как написано в инструкции, конфигуре, make, make install, она мне говорит command not found. Ну, правда, современного Ubuntu нет, современного Ubuntu же не говорит command not found. Собственно, именно из-за этих людей, скрипткизи, которые, значит, открывают окошечко, и говорят, выполните конфигуре, make, make, install. Они пишут конфигуре, make, make, install. Потом читают, что там написано, а там конфигуре, command not found, make, command not found, make, install, command not found. Именно из-за них Ubuntu теперь не так. Кто помнит, как Ubuntu теперь делается, если command not found? Они говорят, выполните и установите пакет, в котором лежит эта команда. Вот ровно для них. Вот. Ну, ты ладно. Значит, сборочное окружение, сборочные зависимости, скажем так. Появляется понятие зависимости. Оказывается, программа не может быть собрана, если на вашем компьютере не стоит еще десяток других программ, а также и не программ тоже, библиотек, там, include файлов, что-то такого. Вот. Что нас приводит уже к достаточно сложной структуре, по крайней мере, структуре, неравной просто списку исходников и двум каким-то файлам. Уже достаточно сложной структуре, которая называется пакет исходников. Значит, SRC-пакет. SRC-пакет. Фактически, он потому пакет, что это вся необходимая информация о том, что должно быть на вашем компьютере и как это, то, что у вас есть на вашем компьютере, следует запускать, чтобы у вас получился из исходных пакетов работающий программ. Значит, вот это все туда входит. В чем достоинство SRC-пакетов? Напоминаю, в нее входят инструкции по сборке, патчи для того, чтобы, значит, исходный текст довести до ума и некая структурка о том, что должно быть еще, какие зависимости, какая сборочная среда должна вас окружать. То есть, на самом деле, забегая вперед, какие еще пакеты нужно поставить, чтобы все собралось. Главное достоинство SRC-пакетов состоит вот в чем. Если вы запустили и у вас не собирается, то вы смотрите пальцами, залезаете пальчиками в процедуру сборки, находите причину, устраняете ее, как высококлассный специалист, и у вас начинает собираться. То есть, на те поры, когда вот этих людей были там десятки, сотни, возможно, даже тысячи, которые все это умели, нет, скорее, все-таки десятки, было гораздо удобнее выдать им всю информацию на руки и сказать, мужик, вот у тебя все есть, собирай давай. И если оно по чечене, тем не менее, не соберется, это на самом деле означало, что просто информация не вся. Забыли какую-нибудь сборочную зависимость, да, ну, что-нибудь такое. Не договорились о настройках системы каких-то таких вот совсем, ну, непонятно. То есть, если у вас развитие вашего дистрибутива на таком уровне находится, что у вас из исходника в пакет может и не собраться, то лучше он пускай будет в исходниках, потому что если он не соберется, придет гуру, пошаманит, доделает, всем остальным расскажет вот здесь, или вот здесь, или вот здесь, чего не хватало, и он таки соберется. Второе достоинство в сердце пакета состоит в том, что тот же самый гуру может сказать так, ты неправильно собрал пакет, мне не нравится, я сейчас тут все поправлю, вот здесь, а здесь нужно было библиотеку, почему ты собрал без моей любимой библиотеки там какой-то, которая выводит всю информацию на экран, вот в виде, там он скрин дисплея, знаете, как вот на телевизорах, такая дик-дик-дик-дик-дик, вот без нее, без любого СД собрал. А я люблю, чтобы с любого СД. То есть, если, опять-таки, уровень человека, который будет заниматься вот этой воспроизводимой сборкой, настолько высок, что он вполне может залезть туда прямо вот в процессе, грязными своими ручонками или чистыми, и что-то улучшить, то, разумеется, хорошо ему давать всю информацию, а дальше он сам будет под себя строить. Кстати, у этого подхода есть сразу, могу сказать, и сразу и недостаток. Недостаток состоит в том, что, как правило, на тебя рассчитывают, что ты такой. То есть, например, в том же FreeBSD довольно долго, для того, чтобы у тебя большая часть программ были русифицированы, надо было влезть в них и немножко повключать там русификацию. Иногда вот ни одной нычкой, а сразу несколькими. Иногда не так просто вообще это было сделать. Ну, потому что этим американцам, которые в основном там стояли тогда за проектом в FreeBSD, в общем, русификация была ну, так, ну, совершенно неинтересна. Вот. Они ею не занимались. Они справедливо полагали, что кому нужно заняться русификацией, тот ею и займется. Вот. Соответственно, сборка по умолчанию происходила без русского, без кириллицы, и эту кириллицу надо было включать. Вот. Иногда это было там не одно телодвижение, а несколько. Вот. Потом, конечно, это все начали потихонечку инкорпорировать, но дело даже в другом. Да, дело именно в том, что человек, который делает в сердце пакет, может рассчитывать на то, что вы настолько круты, что вот его способ создания пакета можете поправить и сделать в свой собственный. Третья и, пожалуй, главная причина, почему изначально все это происходило в source-based дисциплине, то есть человек сначала получал исходники, а потом собирал бинарные. Состоялось в том, что шанс, что у вас все соберется из исходников при соблюдении вот этой дисциплины, выше, чем шанс у вас запустится в бинарных. На те поры это было так. Мало ли, какое у вас было сборочное окружение, мало ли, сколько месяцев назад вы обновляетесь. Никак соблюсти какую-то универсальность, никак соблюсти соответствие того, где вы собрали свой бинарный пакет с тем, где пользователь будет запускать свой бинарный пакет, в те поры было просто нельзя. Просто все у конъюнктивится. Ну там вот раз в полгода ленточки какие-то получаешь, или там дебяновские, не знаю, что там было у тебя. Ну, у тебя все-таки лучше стало. Нет, не дебянов, до ленда. Какой-то золотой. Понятное дело, что на вашем компьютере на самом деле может быть все другое. И уж поскольку Linux это Linux, и там достаточно большая степень кодек совместимости, и все коды открыты, то шанс, что вы либо сразу, либо путем небольшого шаманства соберете этот пакет, был гораздо уличнее, чем шанс, что какой-то бинальник у вас внезапно заработал. А в другом библиотеке другой версии другие символы предоставляли. Более новый, более старый, вообще другая, собранная вот этим вот автором со специальными дополнениями, которые он потом забыл рассказать, что с ними надо сседать. Все могло быть. Поэтому с РЦ-пакет на первых парах был гораздо более удобен, чем бинальник. главный недостаток из РЦ-пакетов происходит из РЦ-пакетов. На самом деле, собственно, этих недостатков два. Первый. Далеко не всегда человек, который... Три. Далеко не всегда человек, который хочет себе установить дистрибутив, в состоянии контролировать вот эту сборку. Возможно, ему просто не хватает знаний. Ну, как бы, не обязан знать все на свете программировано. 20 лет, или там, 30 лет назад это был норм среди хайперов. 10 лет назад это уже, как бы, пойди, найди такого человека, который умеет собрать любой факет. Ладно. Это первый недостаток. То есть мы опять наталкиваемся на то, что человек функционирует в режиме скрипт-киди. У него вот что-то написано, он там треть от этого понимает, жмет пидра и надеется, что что-то соберет. Довольно типичный пример это сообщество дистрибутива Гену, которое создано ровно так, соус-бэйзит. Очень круто у них проработана вот эта вся модель, гораздо круче, чем то, что я сейчас описал. Но значит, типичный такой вот средний руки генутушник, это человек, который выполняет кучу инструкций по ручному и не очень ручному сбору пакетов, не вполне понимая, что он делает. Но у него создается ощущение, будто это он все собрал, все операционные системы. А на самом деле он просто спирт-изык. И это очень хорошо, спасибо генутушникам, что они так отлакировали вот эти инструкции, что даже не зная, что они делают, это можно сказать. Вопрос, зачем? И тут на переход ко второй проблеме, что современный дистрибутив настолько толстый, что вы на своей машине его просто не соберете по-человечески. Ну, не знаю, вон ли профис собирается, сколько? Водит батон, собирается там, 18 часов, на очень ежедневный батон. Да? Кровочек собирается в один поток, 4 часа с половиной. Больше. Ну, а теперь представьте, что у вас их тысячи. То есть, опять же, если раньше у нас была, эта необходимость была, потому что у нас пакеты проще собрать, чем пытаться запустить непонятные даты, то чем раньше, тем проще собрать, на самом деле, сложнее. Вот. И, наконец, третье, в общем, на самом деле главное, но поначалу это тоже главное никогда. Третья проблема с сорс-пакетом состоит в том, что каждый раз, когда вы из сорс-пакетов, здесь и сейчас, на данной машине собираете какую-то программу, это уникальная сборка данной программы на данной машине. Если там есть какая-то бана, не факт, что она есть во всех остальных сборках этой программы, во всех остальных машинках. Так уж случилось, что ваша машина такая. Ну, мало ли что, взяли, удалили одно файло, какой-то, инклюидник какой-то, он взял, из этого инклюидника собрался. И ученик и так настроен. То есть проблема невоспроизводимой сборки. Каждая сборка из исходников дает уникальный продукт. Конечно же, по подавляющему своим свойствам он воспроизводит свойства всех остальных продуктов, но не факт. Что хуже, очень сильно усложняется от ладок, потому что вы можете определиться с товарищами, со словами, у меня фаерфокс падает. А товарищ говорит, а у меня не падает. Все, вопрос заперли. Ну, хорошо, не фаерфокс, фаерфокс очень большая программа. Бывает, если именно так, что у меня падает, то остальных нет. Ну, что ведь поменьше. И где правда, да? Значит, невоспроизводимая сборка ведет к тому, что у нас не только вспоминаем, что дистрибутив-то на самом деле начинается после разработки, у нас еще идет какой-то от согласования. Согласование скобочкой напишем. И вот, чем выше уровень согласования, тем больше эффективности в бинарных пакетах. Что такое бинарный пакет? Мы об этом поговорим чуть позже, а пока просто опишу в целом. Значит, в каких-то жестко заданных условиях вы собираете из исходников программный продукт и описываете, какие файлы куда раскладывать, какие конфигурации, если надо менять, ну и, в общем, какие-то сопутствующие действия, которые сопровождают установку этого пакета в систему. Ну и, соответственно, удаление этого. Вот. Фишка бинарного пакета в том, что никакой сборки больше производить не надо. Вы просто что-то ставите. Вот. соответственно, некие инструкции, иногда довольно развесистые, по тому, как этот пакет нужно разместить в систему, разумеется, остаются. Особенно, если какая-то системная служба, еще что-то. Ну, то есть, нужно много чего сделать. Вот. все остальное, вроде бы, уходит в закат. Тем самым, что, тем самым, мы при условии, естественно, при условии хорошего согласования, мы об этом попробуем сегодня поговорить побольше на уровне хранилища пакетов, обеспечить возможность формировать нашу операционную систему по старинке из бинарного на бок. Но, с учетом того, что все задачи, связанные с совместной работой этих пакетов, а, решены, и б, если они не решены, то мы можем всегда вернуться к исходникам и что-нибудь поправить. Но, повторяю, это происходит только в том случае, если в бинарном пакете обнаружена какая-то ошибка, недостаток, надо его обновить или еще что-то, и кто-то, один называемый сопровождающим, который отвечает вот за эту штуку, он также теперь отвечает и за формирование бинарного пакета, он берет, его исправляет, после чего все люди эти пакеты себе устанавливают. Этот пакет, да? Значит, если мы заранее провели некоторые дисциплинарные действия по обеспечению совместимости всех пакетов в хранилище, то вот эта вот проблема, что проще собрать, чем запустить бинарник, она, скорее всего, не возникнет. Зато мы получаем такой бонус, что у всех наших пользователей стоит один и тот же пакет, в буквальном смысле один и тот же. И, соответственно, если там возникла какая-то ошибка, эту ошибку можно один раз исправить, и все пользователи обновятся, и они получат новый пакет, соответственно, с исправленной ошибкой все. Что сразу возникает, какой сразу возникает вопрос? Возникает вопрос, а чем мы платим за такую картину? Ну, во-первых, мы платим плотным согласованием на уровне формирования хранилища, это понятно. Главное, что у нас появляется на уровне бинарного пакета, это установочные зависимости. Зависимости. Смотрите, вот здесь вот было довольно легко определить, что такое сборочные зависимости. Без них у вас просто пакет не соберется. Здесь же у вас пакет есть, то есть какие-то файлы куда-то кладутся, какие-то бинарники в какой-то каталог с нашбин или там usrbin кладется. Почему после этого программа не работает? Ну, типичный пример, это, например, у вас программа собрана с какой-нибудь разделяемой библиотекой, а ее в системе нет. Пакета, содержащего эту библиотеку, в системе не установлен. Разумеется, она не заработает, будет говорить что-нибудь типа, что она там обычно говорит, не помню. Не удалось открыть библиотеку соответствующую, да? Вот. То есть, когда мы принимаем решение, а что же такое пакет, мы об этом поговорим сегодня чуть позже, мы должны понимать, что внутрь пакета входит также список всех других штук, которые должны быть установлены в системе, чтобы он заработал. при этом проверить до конца, что это за список штук, мы не можем. Мы должны либо это заранее руками сделать, либо там погонять этот пакет, увидеть, как он падает без одной библиотеки, без другой библиотеки. Допустим, он их с ними не скомпилирован, а он их длопнет. Мы не можем узнать, что он не смог это сделать, пока не запустил. То есть, на сопровождающего пакет валится обязанность вот этих установочных зависимостей в пакете прописывать. Если это более-менее грамотно сделано, если у нас пакеты согласованы, то, конечно, binary-based дистрибутив намного проще эксплуатировать, чем source-based. Ну, за исключением тех условий, о которых уже говорил, когда человек сам себе все, сам себе сборочный, сам себе программист на любые руки, сам себе администратор, короче, все сам себе. Ну, тогда да. Вообще говоря, что касается зависимостей, то было бы неплохо, как это правильно сказать, как-то так извернуться, чтобы не просто у вас было сказано «я хочу такую-то библиотеку», а чтобы вот эти зависимости у ваших пакетов, которые вы ставите, требовали установки конкретных пакетов тоже одних и тех же. То есть, смотрите, вы ставите какой-нибудь редактор, этот редактор требует библиотеку для ГУИ, требует библиотеку, я не знаю, для потока ввода-вывода, еще чего-то требует. И вот один человек поставил редактор и все остальные программные продукты, которые нужны для его работы, и другой человек поставил редактор и все остальные программы. и у них получилось одно и то же. Окружение, которое получилось после установки пакетов вместе с их зависимостью, получилось одинаково. Вот. Почему это важно? Потому что тогда в таком окружении все будет вести себя одинаково. Бага нашлась, она проявится у всех, они ее быстро найдут, быстро отрепортят, сообщество ее быстро поправят, и она у всех пропадет. Вот. И это следует из понятия зависимости, но эти зависимости должны быть, скажем так, они должны указывать в результате на тот же самый файл, скажем, в хранилище. Ну, хотя бы косвенно. Вот. А не так просто, мне нужна какая-то библиотека, поставьте ее откуда-нибудь. Соберите, например. Вот. В этом смысле, в этом смысле очень важно, это как бы следующее требование, которое исторически у нас появляется, очень важно понять воспроизводимая сборка. Что это такое? Смотрите. Значит, вот мы отказались от СССР-пакетов на том основании, что у нас хорошо согласованы репозитории и хранилища, и поэтому мы ставим пакеты оттуда. Они действительно все работают. но в одном из них есть какая-то ну, какая-то корялость, бага там, не знаю. Нашли ошибку. Сплошь и ряд. Наши действия дальнейшие. Если я следующий уровень, да, я же говорю, по спирали все ходит. Если я достаточно крутой, чтобы исправлять вот этот исходник, да, то я беру этот пакет пересобираю и у меня все работает. Вот я скачал бинарный пакет, не работает. Я его тут же собрал, работает. Почему? Я поставил все нужные зависимости. Все как надо. Потому что конкретная наша операционная система на конкретной моей машине, возможно, там стоят еще какие-то пакеты, здесь не указанные, они влияют на это. Возможно, я что-то настроил, потому что это же моя машина, я на ней работаю, я ее настроил каждый день. Возможно, я что-то такое настрою, что влияет на сборку. Возможно, у меня все-таки стоят какие-то более новые пакеты. Ну, например, вот у меня есть, допустим, программный продукт для нашей восьмой платформы, которая в вальте у нас вышла, а я, допустим, свои машины, на которых я всякие эксперименты ставлю, уже давным-давно перевел на нестабильную на СИЗИФ, на нестабильную ветку. Как мне вот на этой машине внезапно собрать что-то под восьмую платформу? Если я под СИЗИФ собираю, работает. Заталкивать на восьмую платформу не работает. Воспроизводимая сборка это такая ситуация, что для сборки нашего пакета формируется то самое сборочное окружение, в котором он собирался и раньше. Вот прямо то самое. Тогда иногда бывает с точностью до даты сборки. Вот просто взяли, собрали пакет, у него только дата отличается, а все остальное один в один. И тогда вы будете гарантированы, что пересобрав его воспроизводимым образом в правильном окружении, вы получите тот же самый код, увидите ту же самую багу и потом попробуйте ее в исходниках исправить. То есть это как бы следующий уровень того, что мы имели вот здесь. Здесь у вас пакет может просто не собраться сам по себе, а здесь пакет собрался. Вопрос только в том, собрался он в точности так же, как он это делал в хранилище. Или как-то по-другому. Вот если есть дисциплина воспроизводимой сборки, он воспроизведется в известной степени, конечно, в точности так же, и дальше вы будете иметь дело с исправлением того же самого исходного кода. В чем бонус? Бонус в том, опять-таки, что вы можете привлечь к исправлению исходного кода большая часть сообщества, потому что они гарантированным образом будут иметь дело с таким же точным пакетом, с каким имеет дело человек, обнаруживший ошибку. Недостаток некоторой ошибки, которые ни у кого не проявляются, могут жить очень долго. Ну, с другой стороны, ну да, нет, это недостаток, ошибки надо исправить. Вот. Значит, воспроизводимая сборка требует не просто однозначных зависимостей установочных, но также однозначных зависимостей сборочных. То есть мы должны обеспечить такую среду, внутри которой компиляция и превращение программы из исходных текстов в пакет однозначно совпадает с той, которая была сделана во время помещения пакетов хранилища. Воспроизводимая сборка. Ну, что еще? Смотрите-ка, опять-таки, когда все были крутые и читали исходные тексты всех программ, которые компилировали от начала до конца, это, возможно, и не имело смысла. Но сейчас было бы неплохо как-то защищаться от атак со стороны враждебных элементов. То есть, вот вы ставите какой-то пакет черт знает откуда. Я вчера видел, слушайте, я, как это правильно сказать, больше не буду говорить, что я не видел вирусов под Линукс. Я видел вирус под Линукс. Написанный на хи. Вот. Вчера. Вот. То есть, понимаете, как? Ну, я не знаю, как обычно, это был не фирмус, это был тренд-дропер, да, была такая программка, которая скачивает какие-то совершенно невинные картинки из интернета, вот, потом сляпывает из них один бинарник и запускает его из картины. Вот. Ну, понятно, зачем это нужно, чтобы вот сам дропер, он не имеет сигнатуры, этих дроперов в сто пятьсот миллионов. Его деятельность, когда он случайно запускается у вас на компьютере, так, случайно, его деятельность совершенно невинна, он скачивает картинки. А результат вот налицо. Ну, да ладно. Значит, так вот, если мы обеспечили воспроизводимую сборку где-то там, да, было бы очень неплохо эти пакеты подписывать электронной подписью. Раз уж они у нас все равно лежат уже готовые в хранилище. Вот когда это было СРЦ, ну, ладно, там мы можем подписать СРЦ РПМ, ну, в смысле, СРЦ пакет, конечно, но там хотя бы есть возможность его прочитать эти исходники, вдруг, значит, в них какой-то троян. А здесь же бинарник лежит. Вот. Поэтому подпись становится более важной. Электронная подпись. Вот. Соответственно, если не произошла атака прямо на саму систему формирования репозиториев, что вообще бывало пару раз, вот даже больше пары раз, да, есть такое сообщество, Black Hat называется, оно как раз занимается ровно тем, что атакуют дистрибутивы, репозитории, вот это все. Вот. Приносит много полезного народу, потому что люди от этого защищаются и, соответственно, безопасность становится выше. Так вот, раз уж мы формируем наше хранилище из бинарных пакетов, совершенно легко к этому добавить процедуру проверки электронной подписи и, значит, ее обновление, вернее, подписывание самих пакетов, ну вот, обеспечить некоторый уровень безопасности. Вот вкратце как развивались требования к нижней части к разработке, точнее, дистрибутива со временем. Вот. Правда, я уже сказал, что этап согласования, отдельный, достаточно большой этап. Я попытаюсь про него сегодня рассказать, но всего не расскажу, потому что это вот, ну там, если не на семестр, то на полсеместр разговора точно. Вот. А, да, значит, сюда еще следует добавить, что там с инсталлятором. Но с инсталлятором вещь очень простая. Смотрите, помните, дистрибутив операционной системы состоит из операционной системы и инсталлятора. Ну, точнее, не так, конечно, но стоит из чего-то, что формирует операционную систему и инсталлятора, который, значит, ее туда наканывает. Сам инсталлятор может быть оформлен тоже двумя способами. Значит, вопрос в том, на кого мы рассчитываем. То есть, с одной стороны, с одной стороны, инсталлятором может считаться инсталлятором просто инструкция, в которой написано вот загрузите, пожалуйста, с этого носителя, дальше, разметите диск руками, да, создайте там файловые системы, закатайте на эти файловые системы такие-то, такие-то бинарники, обеспечьте доступ со стороны этих бинарников до всего хранилища, запустите эти бинарники, ну и дальше, кто видел инструкцию по установке Гента, тот меня поймет. В чем бонус такого способа установки? Бонус такого способа установки в том, что человек, который хочет какую-то совершенно такую нетрадиционную конфигурацию компьютера, может ее получить прямо здесь сейчас. Недостаток, разумеется, в том, что если вам нужно поставить больше, чем на один компьютер, скажем, на 8, то вот это 8 часов сидения на стуле со всеми этими вбиваниями чего-то, это, конечно, трудность. Второй недостаток, это опять-таки разделение труда. Все-таки человек, который устанавливает операционную систему и человек, который ее написал, это люди, в общем, совершенно разных квалификаций и разных направлений деятельности. Соответственно, для того, чтобы установить, ну вот, где-то в середине нулевых у нас был такой, в компании Alt Linux был такой квест, мы участвовали во всяких детских, информационных форумах, вот, и у нас был такой квест «Установи Alt Linux на ноутбук». Вот. Все установившие Alt Linux на ноутбук, дети получали этот диск, с которого они ставили этот ноутбук, в подарок. У нас была только одна девочка, которая не смогла установить Alt Linux на ноутбук. Дело в том, что эта девочка, видимо, очень была напугана разными другими инструментами, поэтому, если она видела окошко, где спрашивали, да или нет, она всегда отвечала нет. «Установи Alt Linux на ноутбук». Ну вот не получалось у него установить Alt Linux на ноутбук. Видимо, папа его научил, что если тебя спрашивают что-нибудь делать, отвечай – не делать. Во всех остальных случаях вот человек справлялся, там с тех пор все слегка ухудшилось, потому что процедура разбиения диска стала такая немножко замороченная. Но это никуда не денешься. Но я к тому, что знания, которые нужны для установки, они, в общем, намного меньше, чем знания, которые нужны для полной настройки развертывания системы для настоящего такого дипломента с нуля. Вот LFS также ставится, Linux von Scratch, там тоже ты загружаешь сноситель, и дальше сам этот Linux чуть туда вот прям компилируешь его. Ну вот. Инсталлятор. А если вы планируете свой инсталлятор, давайте я зафиксирую слово инсталлятор вот здесь, да? Инсталлятор. Как некое средство быстрого развертывания вашей операционной системы из носителя на компьютере и быстрой ее настройки, у вас сразу появляется желание сделать конфигуратор. Потому что он все равно является частью инсталлятора. Смотрите. Типичный инсталлятор выглядит как? Разметка диска. Ну хорошо, разметкой диска вы больше заниматься, наверное, не будете. Заведение пользователей, настройка сети, установка пакетов, каких-то вот больших, мета-пакетов. Что еще там иногда бывает? Настройка даты и времени. Короче говоря, больше львиную долю того, что делает инсталлятор, потом может захотеть человек сделать и впоследствии. Соответственно, мы приходим к такой довольно специфичной для дистрибутивов именно операционных систем ситуации, что у вас есть линейный набор большой программ, с помощью которых вы решаете свои поседневные задачи, для чего вы ставили дистрибутив на компьютер. И еще небольшой набор программ под названием инсталлятор и конфигуратор, которые решают мета-задачи. Задачу установки, задачу настройки такие вот. Задачи администрирую. Я про это отдельно вспоминаю, потому что очень часто бывает, что человек более-менее там, допустим, освоил командную строку, вот это вот все, что у нас было на прошлых занятиях, с этим всем разбирается, потом его тыкают лицом в какой-нибудь линукс, он говорит, а это не мой родной линукс, я в своем родном линуксе все умею делать, а у вас тут какие-то окошки другого цвета и вообще все не так. Или там, я вот в своем родном генту все руками делал, а у вас как бы где инструкция, как поставить это все руками? То есть специфичная для дистрибутива и в частности для того комьюнити, на который она рассчитана, вот эта вот часть. В отличие от пакет, который там более-менее общего назначения. Ну, чтобы закончить эту тему, давайте обсудим коротко, какие бывают стратегии к формированию вот того набора бинарного, который у нас есть. Допустим, мы останавливаемся на binary-based дистрибутивах, про source-based, мы не то чтобы забываем, мы в какой-то момент, скажем, следующей осенью поймем, что большой разницы между ними нет. Просто вопрос, в какое место вы направили ваша активность. Вот. Ну так вот, пока что остановимся на binary-based дистрибутивах, и давайте обсудим коротко следующий вопрос, какую стратегию нам выбрать при формировании вот этих вот бинарных комплектов. Значит, стратегия номер ноль, вот она, которая состоит в том, что есть некая некая команда, которая написала все программы вашей операционной системы. Все. Из них сделал бинарный комплект, вы его ставите. Вот. Вот вы смеетесь, нет, вы не смеетесь, вам все равно. Но, казалось бы, довольно нелепые идеи все программы на свете написать и потом их все установить, а тем не менее, я в своей жизни встречал довольно много так организованных дистрибутивов, правда, к Linux они отношения не имели. Ну, например, Solaris так устроил. Да? Значит, или AX, IBM, или еще что-нибудь вот такого же степени древности. Да? То есть, у вас общая идея какая? Поскольку операционная система разрабатывается одной командой, и эта команда пишет всю операционную систему в том виде, в котором Android меня показывает с задней парты. Вот. Да. Эта команда пишет всю операционную систему целиком, вот. эта операционная система целиком закатывается на ваш компьютер и начинает работать. Это нормальный подход, но как раз в случае, когда либо у вас большая, слаженная команда, которая все делает, что нужно, вот, либо операционная система небольшая. Вот сама операционная система небольшая тут. Вот. давайте отметим, значит, стратегии. Bundle. Довольно популярная стратегия для, например, встроенных систем. Вот Android в каком-то смысле таковой является, да, но еще больше таковыми являются настоящие встроенные системы, в которых есть ядро, какие-то утилиты десяток, и там несколько специальных приложений, ради которых эта встроенная система, собственно, городин. Вот. Все. Соответственно, Bundle делать удобнее, потому что вам не нужно, у вас все уже работает заранее в этом Bundle. Правда, его потом модифицировать тяжело. Ну, да. Кстати, когда мы показываем Android и говорим, что вот эта, как бы, система выполнена в виде Bundle, мы имеем в виду, конечно же, линуксовую его часть. То есть, то, что запускается поверх ядра и делает что-то вокруг ядра, потому что все вот эти, весь этот Google Play, вот это все, это как совсем другой разговор, к которому хочется, конечно, успеть в этом семестре вернуться. Это совсем другой способ дистрибьюции. Почему он другой, очень интересно посмотреть. Но мы пока все еще никак не расстанемся с Linux. Еще один вариант, который доказал свою эффективность в некоторых случаях. Это так называемый Core плюс пакеты. Ну, в случае FreeBizD они называются порты. Значит, давайте я так и напишу. Ядро, в данном случае, не Kernel, а ядро в смысле базовой операционной системы. Базовая операционная система и дополнительная и дополнительная ПО. Дополнительная ПО. И действует в чем? Да, мы не можем весь бандл сопровождать. Наша команда не может написать все в вашей операционной системе. Но наша команда может написать операционную систему, которая работает, выполняет все функции, требуемые от операционной системы, да, в том числе для эксплуатации этой операционной системы в известных и интересных нашей команде направлениях. Все остальное это дополнительное программное обеспечение, которое пишут другие люди, и вы их просто ставите его на нашу систему. Вот по этому принципу устроены до сегодняшний день, по-моему, все системы гнезда BSD, что Free BSD, что Open, что нет BSD. Они устроены таким образом, что Core Team занимается базовой операционной системой, причем что включать в базовую операционную систему, это вопрос, как раз, который решается в среде Core, например, в Free BSD графически X-Window System является пакетом, портом, а в Open BSD он входит в Core, там свои X-ы, вот, старые. Зато они такие чистые, проверенные, их код все читали много раз. Да. Значит, чем хорош этот подход? Если вы в состоянии, если вы в состоянии обеспечить качество кода хорошее в этой Core и при этом эта Core сама по себе без вот этого чего-то дозначит, Open BSD поставлено без всего, то это очень хорошая идея, потому что у вас будет такой один большой, хорошо отлаженный пакет такой большой под названием Base System. Чем это состояние плохо? Вообще говоря, в каком-то идеальном, недостижимом далеке ничем не плохо. Проблема состоит в том, что в реальных сообществах происходит некоторое разделение на Core Team и людей, которые занимаются Base System и всех остальных. И вот дисциплина работы этих всех остальных она контролируется гораздо меньше. И ты там пишешь какую-нибудь багу, про Open BSD я вообще молчу, они говорят, да это вообще порт, вон иди к мантейнеру, он два года уже не активен, ну извини, мужик, тогда, не знаю, иди и сам чини. То есть получается так, что наш конструктор состоит из деталей двух видов свежести. что не есть хорошо, на мой взгляд. Хотя еще раз повторяю, в тех случаях, когда вот этого достаточно, или это плюс, скажем так, вот здесь ты надеешься на Core Team, а вот здесь ты должен прикладывать собственные усилия поверх того, что делает мантейнер порта. Кроме того, на самом деле, на сегодняшний день универсальную операционную систему все равно нельзя написать никакой отдельно взятой команды. ну нельзя. По этой причине в Linux принят третий путь, который я бы назвал все только пакет, все пакет, все пакеты. Фактически ваш конструктор состоит из множества, множества, множества деталек. Собственно, задача дистрибутива из этих деталек собрать операционную систему, ни одна из этих деталек не лучше, не важнее другой, хотя нет, важнее, конечно. Ни одна из этих деталек не, скажем так, подход такой, что любой пакет, который есть, это просто пакет, за исключением, быть может, ядра. Вот с ядром есть некоторые пляски, потому что, ну по разным причинам, например, потому что ядро, оно, как бы это сказать, запускается не таким способом, как все остальные программы. Вы с него грузитесь. подавляющее большинство, если не все оставшиеся пакеты, они оформляются совершенно одинаково, сопровождаются совершенно одинаково, устанавливаются, удаляются совершенно одинаково, и никакого различия формального между какими-то суперважными какими-нибудь Linux Utils и какой-нибудь непонятным приложением, которое считает там, я не знаю, хотел бы привести пример, не буду приводить этого примера, что-нибудь другое приведу, считает, ну, фазы Луны показывают, причем не только текущие, но и там, допустим, 2000 лет назад. Формальной разницы между этими приложениями нету, за исключением того, что, разумеется, на Linux Utils смотрят тысячи глаз, и пытаются найти в них какую-то дырку или исправить, а вот на этой фазе Луны в прошлых тысячелетиях там, дай бог, там 3 человека ею занимаются. Во всем остальном это такой же точный пакет. И здесь мы первый раз встречаемся с таким явным принципом Linux, когда ты установив операционную систему Linux, вообще не знаешь, на кого пожаловаться, если у тебя что-то не работает, кто виноват. Вот ты поставил за счет, ну да, мантейнер там 3 месяца назад собрал какой-то пакет, который у тебя не работает. Вот. Что ты ему сделаешь, этому мантейнеру? Скажешь, что ты его презираешь? Вот. Он скажет, мне неприятно, что меня презирают, что дальше? То есть если у вас нету никакого ярко выделенного ядра, вокруг которого все носятся, получается такая штука, что вы с этим Linux один на один. Вот ты поставил, у тебя что-то не работает, тебе надо исправлять, ты и делай. Вот. Это вообще главный лозунг в Linux. Тебе надо, ты и делай. Все. Так и становятся разработчиками Linux. Тебе что-то надо от операционной системы? Поглядел направо, никого. Поглядел на него, никого. Спросил в сообществе. В сообществе тебе дали несколько ценных советов. А дальше ты сел и сделал. Вот. Ну и, конечно, это все вливается в то, что любой пакет является просто пакетом. Вот. Значит. Я еще половину не прочитал. У него еще одна будет лекция. Какая-то честь. И вы, может, это хорошо. А, вот что. Я знаю, что здесь. Ладно. Значит, давайте все-таки мы, я так много говорил о пакетах, ни разу не рассказал, как это устроено в Linux. Вот сейчас и расскажу. Пакет. Опять же, повторяю, что мы сейчас говорим про то, что называется топ-халф. То есть, мы говорим про про дистрибутив с точки зрения человека, который его уже получил на руки и устанавливает или переустанавливает или настраивает. Не с точки зрения разработчика. Топ-халф. Пакет. Ну, во-первых, пакет — это просто архив. Мы не зря с вами, когда разговаривали про архитектуру операционной системы, которая получается при установке Linux-дистрибутива, отдельно отмечали, что есть некий стандарт на иерархию файловых систем, который повсеместно нарушается, но, скажем так, это те люди, которые делают стандарт, просто немножко отстали от жизни, а так-то, в общем, он все равно есть. Вот. И когда вы предлагаете установить в систему очередное программное обеспечение, вы на самом деле довольно четко знаете, где какой файл должен в результате лежать. То есть, установка пакета в систему на самом деле это просто распаковка его прямо в корень. При этом бинарники будут лежать в бине, в библиотеке будут лежать в либе, настройки будут лежать в етц, картинки будут дать вишер, шари, ну и так далее. Именно тот факт, что файлы системы в Linux-е, ну и в Unix-е на самом деле стандартизованы, приводит к тому, что пакет это просто архив, который надо разархивировать, чтобы установить, и еще кое-что проделать об этом позже. Вот. Значит, просто разархиваться для установления. А чтобы удалить? Чтобы удалить, видимо, надо помнить, какие файлы куда были положены. Поэтому следующее свойство пакета это, ну я его назвал так, регистрация в системе, да, регистрация. список пакетов, контрольная сумма. Смотрите, мы должны знать контрольную сумму всех файлов, которые, не пакетов, а файлов в пакете, естественно, список файлов. контрольную сумму тех файлов, которые лежали в пакете, чтобы определить, какая из них изменилась. И это будет свойством нашего инструмента, который будет устанавливать и удалять пакеты. Мы можем ему сказать, дорогой, проверь, с этим пакетом все в порядке. Он скажет, да, все в порядке, но вот этот файл почему-то изменился. Он почему-то был бинарный и стал бинарный, только он внезапно стал еще и ситуинным. Я не знаю, почему, скажет нам. А мы скажем, а мы знаем почему. Надо систему переустанавливать, потому что хакерам пришли. Контрольная сумма, список файлов, который нужен для того, чтобы удалить все файлы, которые мы только что поустанавливали. Если мы хотим удалить пакет, вы же должны знать, из чего он состоял. А еще интересна такая штука, я бы сказал так, назначение файлов. Назначение файлов. Назначение файлов это довольно забавная вещь, связанная вот с чем. Смотрите, предположим, у нас вместе с пакетом приезжает конфигурационный файл. И этот конфигурационный файл мы, как системные администраторы, взяли, отредактировали его, сделали, ну, отредактировали. Внимание, вопрос. Что делать, когда мы ставим другой, когда мы обновляем этот пакет? Ставим на его месте новый, новую версию. Что делать с конфигурационным файлом? Который мы сидели, значит, у нас, значит, был открыт этот мануал, мы этот мануал читали, вписывали конфиг, у нас не работало, мы опять читали, и там через три дня заработал, да, настроили. вот такой конфигурационный файл написали. Сделали обновление пакетов, к нам приехал новый конфигурационный файл, старый удалился. Плохая идея. То есть, если назначение файла быть изменяемым конфигурационным, то было бы неплохо прямо здесь, при регистрации пакета, сказать, вот этот файл конфигурационный, так что, если ты ставишь новый пакет, обновляешь, положи новый файл рядом, там, переменуй его, там, в .new, а старый оставь. Пускай останется старый конфигурационный файл. Или, допустим, в сообществе Debian и, соответственно, с пакетами Debian, там дисциплина очень жесткая. Если конфигурационный файл изменился, будь добр, в состав пакета приложи специальную программу, которая конвертирует старый файл в новый. Иначе я не пущу. Вот. То есть, у вас после переустановки, после обновления пакета, он должен продолжать работать, даже если формат конфигурационных файлов изменился. Вот такой же скач. Это не всегда удобно. Но зато пользователь может сказать, так, я могу в любом случае обновить пакет, он у меня все равно будет продолжать работать, потому что такая дисциплина разработки. Вот. Ну, в нашем вольте чуть попроще сделано, да, мы, как бы, новый файл крадем рядом, а если, если все-таки такая штука произошла, что синтакс изменился, ну, там, вот, как когда. Обычно в составе платформы такие вещи не делают. Вообще говоря, когда происходит регистрация в системе, может происходить всякие другие действия, общесистемные, вот, разные. Сейчас я посмотрю, в какую графу я это отнес. Ну, ладно, пока оставим этот плюс повисшим, а я пойду дальше, а потом мы к нему вернемся. Вот я только что сказал, что при установке пакета может быть запущена какая-то специфическая программа, которая сопутствует его установке. Как правило, эта программа на Шелле, потому что, ну, вот в классическом Linux все пишут на Шелле, у нее есть даже специальное название предустановочный сценарий, хотя на самом деле я насчитал в том же Дебиане семь мест, в которых может быть при установке или удалении пакета запущен сценарий. Перед установкой, перед настройкой, после установки, после настройки, перед удалением и после удаления. И еще один какой-то, я забыл, их было семь. Понятно, да? Значит, например, если мы хотим, допустим, наш пакет зависит от того, что лежит в каком-нибудь каталоге какой-нибудь мусор, мы можем для начала перед установкой удалить этот мусор, потом только ставить пакет. Или, если мы пакет удаляем и знаем, что будет какой-то мусор в какой-то каталоге, и кэш от него останется, было бы неплохо после удаления пакета этот кэш тоже снести. Или, например, при удалении пакета неплохо бы остановить службу, которая из него была запущена, потому что ее больше не будет. Ну и так дальше. То есть, при постустановочной сценарии. При постустановочной сценарии. Сценарии. Значит, назову их постустановочными, но на самом деле на самом деле это неправильно, потому что в реальных дистрибутивах точек, в которых может понадобиться выполнить сценарий при установке и при удалении пакета, несколько. В Альте 4, а вот в ДиБиане 7. Вот. Или 6. Ну, по-моему, 7. Я вот считал, но не насчитал 7. Это связано с тем, что в ДиБиане есть отдельные скрипты, которые настраивают пакеты при установке. Вот. И расстраивают и обратно. что может быть еще интересно? Ну, например, вы установили пакет с какой-то службой, и пакет собран таким образом, что эта служба автоматически активируется. То есть, при старте операционной системы с этих пор будет запускаться еще один ДиБи. Понятное дело, что это не просто так делается. Вы должны выполнить какой-то набор команд, которые, собственно, вот помните, мы говорили про точку D-схему в Sys5 Unit. Там есть команда, которая, собственно, подкладывает вот этот сим-линк, чтобы потом демон запускался при старте. Вот эту команду надо при установке пакета выполнить, а при удалении пакета выполнить соответствующую команду удаления. Вот. Или довольно типичная ситуация, которая, по-моему, до сих пор в дистрибутивах в дистрибутивах Fedora и Red Hat налицо, а в Alt-Linux давно уже поборото. А может быть, и в Red Hat уже побороли, я не знаю. Но еще несколько лет назад она там была. Когда вы устанавливаете новую библиотеку, было бы неплохо запустить такую штуку, которая называется LD-конфиг, которая создает... Что она создает, кто помнит? Кэш какой-то. Чтобы при загрузке программы, которая требуется для работы этой разделяемой библиотекой, она вообще ее увидела. Вот. И тут возникает вопрос, а зачем это делать в постустановочном сценарии? Ведь и так ясно, что если мы ставим библиотеку, надо запустить LD-конфиг. И так ясно, что если мы ставим под систему руководство MAN, надо запустить программу... Как она там называется-то, господи? Make what is. Если мы ставим какой-нибудь, я не знаю, там... Еще пример. Какое-нибудь, допустим, приложение, имеющее десктоп-файл, надо запустить специальную программу, которая перегенерирует кэш этих десктоп-файлов или, возможно, даже конвертирует их в разные винду-менеджеры. Они иногда хотят видеть в своих местах. То есть, иногда по типу файла, или MyMtype, например, вот тоже, MyMtype кэш перегенерирует. Иногда по типу файла и так ясно, какие действия нужно вот здесь запустить, чтобы программу установки... программу установки... Да. Где? В Федорке? Вот проблема. Значит, хотя, казалось бы, все эти действия можно автоматизировать, если придумать так называемые триггеры. Между прочим, в RPM-то они и есть в Федоровском, триггеры, так что они просто не дошли до этого. Триггер — это ситуация, когда один или несколько постустановочных скриптов не вложены в пакет, а запускаются по факту того, что наш пакет обладает такими-то или сякими-то свойствами. Да. Картинка — перегенерить кэш-картинок. Библиотечка — перегенерить запустить LD-конфиг. Там, я не знаю, шрифты, да. Вот, вот. Это правильно говорится. Вот это все. Значит, чем больше автоматики сюда, тем меньше нагрузки разработчику, который должен всю эту автоматику вручную сделать здесь. Вот это создает разработчик пакета, вот это заложено изначально в архитектуре теми людьми, которые ее планировали. Это нагрузка на другого человека. Это нагрузка на робот, конечно, на машину. Конфигурации пакета есть только в Дебиане. Ну да. Дебиане конфигурации пакета называют память? В Дебиане не изменяет память. Конфигурации пакета называется запуск дпк-конфигури. Вот. А там запускается один... Он запускает один конкретный скрипт. Да, 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 кстати. Потому что депконт же он в них смотрит. В общем, в Дебиане проделана большая работа для того, чтобы автоматизировать конфигурацию и делать это по специальному протоколу, а не путем шалей-валейного редактирования каких-то файлов где-то в ЕТЦ. Кстати, знаете, почему это сделано? В Дебиане полисе запрещено при установке пакета вообще что-либо редактировать в конфигах пальцами. Запрещено. Поэтому вы должны обращаться к специальному официальной службе, которая называется депконф, которая имеет право на это делать. А вы должны скормить команды. Сделай то-то, сделай сё-то. С одной стороны, очень удобная система и она хороша, потому что у вас никогда не получится так, что в результате ошибки мантейнера у вас какой-то конфиг-файл в системе превратился в тыкву. А с другой стороны, всё это требует довольно напряжённой работы от стороны мантейнера. Иногда мантейнер просто ленится напряжённо работать и не делать ничего. Установочные зависимости. Вот они. Зависимости. Установочные, разумеется. Установочные зависимости. разумеется, их нужно как-то проверять при установке. Что самое интересное, совершенно непонятно, что делать, если этих зависимостей нет. ну вот мы ставим пакет, а он хочет что-то другое. Откуда мы возьмём это другое? Правильный ответ? Да неизвестно. То есть сам пакет не знает, откуда взять другой пакет, верно же? Вот. Это нас приводит к тому, что свойствами пакета ещё не исчерпывается сама процедура установки обновления нашего дистрибутива из какого-то медиа. Что-то ещё должно быть помимо свойств самого пакета. Но давайте всё-таки договорим про пакет. Итак, установочные зависимости. Самый типичный, как бы, нетипичный, а самый такой простой способ, который проходит в голову, это зависимости на другие пакеты. Ну, пакеты. Ну, в общем, казалось бы, очень мудрое решение. Не ставь пакет А, без пакета Б всё равно не заработает. Не ставь программку без библиотеки, не заработает без неё. На пакеты с версией. Смотрите, в чём идея. Мы ставим пакет, который требует для своей поддержки, ну, не знаю, там, почтовый сервер. И он отлично будет работать. Правда, проблема стоит в том, что он отлично работает, если этот наш постфикс версии там больше, чем сколько-то. А если он меньше, чем сколько-то, работать не будет, потому что фич в нём таких нет. Соответственно, когда мы ставим зависимость на пакет, иногда, а на самом деле довольно часто, приходится говорить, пакет не ниже, чем такой-то вес. Другой типичный пример, когда у нас пакет требует, ну, скажем, мы ставим инструментарий разработки, там, так называемую девел-версию библиотеки. В девел-версию библиотеки, собственно, входит что? Входят H-файлы, если это библиотека на C, и этот самый ISO-шник, ну, объектный файл без номера, просто .iso, чтобы с ним было удобнее линковаться. Так вот, девел-версия библиотеки, разумеется, требует наличия в системе самой библиотеки строго той же самой версии, иначе будет ужас, летящий на крыльях ночь. Поэтому зависимость на пакет с версией это довольно частая ситуация. Но довольно не всегда, хорошо сказал, довольно не всегда, далеко не всегда зависимость на другой пакет это правильный способ. Иногда, например, мы вообще говоря, нам неинтересно, какой пакет предоставляет, ну, скажем, файл, который мы должны иметь в системе. Файл. на файл. Вот. Как правило, это довольно частный случай, на самом деле, сейчас расскажу, почему. Но, тем не менее, такое бывает. Допустим, какая-нибудь база данных должна быть создана, и ее наличие проверяется, или какой-нибудь каталог в системе должен быть, и без него пакет не ставится, а этот каталог создается при установке другого пакета, или еще что-нибудь в этом духе. Вот. Казалось бы, файловая зависимость очень хорошая штука, если мы не знаем, как называется пакет, содержащий нашу библиотеку, но хотим поставить зависимость на эту библиотеку. Вот я видел людей, которым так кажется, вот, их, в общем, все сообщество, как это сказать, чтобы прилично было, почитало не очень умными, потому что файловые зависимости на файл с библиотекой, это, конечно, ровно то, что делать не надо, вот, ибо для этого есть другой инструмент, который называется виртуальные пакеты, ну или на самом деле вообще никакие не пакеты, это зависимость на что-то, на сущность, на что-то, не знаю, как правильно сказать, на сущность. Идея в следующем. Предположим, у нас есть какая-то библиотека, которая нужна для других программ, для того, чтобы они работали. Вообще говоря, нужна же не сама библиотека, а, например, ну, в случае, если, допустим, это питоновский модуль, нужен не просто там какой-то пакет, а конкретный модуль питона по имени, ну, не знаю, там, курсис, да, вот. То есть, мы можем думать, как называется пакет, который предоставляет питону модуль курсис. Или, мы можем пытаться угадать, как называется тот файл, который входит в тот пакет, который предоставляет питону модуль курсис. И то, и другое, это угадайка, которая лечится либо жестким полисе по поводу того, как именно должны называться эти файлы, как именно должны называться пакеты, что неправильно, либо введением такой сущности, которую пакет с питоновским модулем будет предоставлять, а все другие пакеты будут требовать что-нибудь типа Python с версией 2.7. В скобках сущность курсис. Вот это то самое название, которое будет требоваться нашими программами на питоне, которые желают иметь курсис. И то самое название, которое будет провайдиться, предоставляться пакетам, в которой и есть вот этот модуль курсис для питона 2.7. При этом никакого файла с таким названием, никакого пакета с таким названием в системе, разумеется, не будет. Это так называемый, это даже не виртуальный пакет, это сущность такая. Но зато будет удобная связь. Пакет затребовал вот это. Мы поискали среди пакетной базы, кто это предоставляет, и поставили. Как обычно, золотое правило, да, если у вас есть проблема с сопоставлением, введите второй уровень косвенности. Вот это он и есть. Мы ставим не пакет по названию, который мы не знаем, а пакет по заранее оговоренной дисциплине создания сущности, которая предоставляется одними пакетами и требуется другим. Это сегодня, наверное, рассказать уже не успею, но довольно много работы при этом производится автоматически. Вот. Автоматический поиск вот таких провайдзов, автоматический поиск вот таких реквайрсов. То есть вот составление в рамках репозитория, составление, практически автоматическое составление в списке зависимости. Абсолютно такая же история, кстати, с библиотекой. Никто не ставит файловые зависимости на библиотеке. Библиотеки провайдят какие-то, значит, какие-то сущности, и программы, которые хотят эти библиотеки, они на самом деле хотят вот эти самые сущности. Здесь я немножко замну, потому что там чуть более сложная картина. Я не знаю, я хотел про это рассказать или нет. Хотел, но, видимо, в следующий раз. Ну, может быть, стоит в этот раз. Окей, спасибо, Алексей. Значит, нам придется на эту тему поговорить, хотя более подробно мы будем говорить тогда, когда будем говорить, собственно, уже про сборку пакетов на профессиональном уровне. Смотрите. Значит, с библиотеками ситуация следующая. Опять-таки, давайте мы заранее договоримся, что в рамках репозитория у нас все согласовано. Про это мы сейчас не говорим. Мы сейчас говорим про то, как мы устанавливаем. Но проблем-то от этого никуда не делось. Вот у нас есть библиотека старой версии, и вот у нас есть библиотека новой версии. Они называются одинаково. Как убедиться в том, что все программы в нашем репозитории, ну, в частности, ваше, будут работать с этой библиотекой новой версии? Прямо так вот. Вы старую удалили, новую поставили. Ничего не пересобирали. Ответ в общей форме, ну, ответ капитана очевидность. Надо убедиться в том, что не ломается ABI, да? Application Banner Interface. Но это, в общем, замена одной части определения другой части определения. Это тот же вопрос. А как убедиться, что ABI не поменялось? Вот это надо, это мы вперед забегаем. Это мы будем разговаривать про репозиторию сейчас. Сейчас я попробую. А, нет, не обязательно. Слушайте, давайте эту тему подвесим. Значит, спасибо еще раз Алексею, что он ее... У нас просто время заканчивается, я хочу еще про пакетный менеджер рассказать, про диспетчер пакетов. Я обещаю, что расскажу на следующей лекции про нее точно. Потому что это, собственно, проблема, которая решается только в рамках репозитория, а не в рамках пакета. В рамках предыдущей стадии bottom house. В стадии bottom house, согласование. Вот. Значит, а пока что, собственно, мы должны выйти на понятие репозиторий и в очередной раз распространить нашу вот эту одну лекцию уже на третью. Смотрите. Что мы не можем проверить, в принципе, после того, как уже все, что-то поставлено. Вот у нас есть зависимость, неважно какая. Установочная зависимость. Какая угодно. Мы ставим пакет, а там написано, для пакета А требуется установить пакет Б. Внимание, вопрос. Где он, этот пакет Б? Ответ. Программа-установщик не знает, где этот пакет Б. Программа-установщик работает с пакетом. Вот если мы ставим сразу 10 пакетов, и среди них есть А и Б, тогда проблем не возник. Вы говорите, дорогой программа-установщик, установи вот эти 10 пакетов. В этих файлах лежащих. Она берет их, ставит, и все хорошо. Но если же среди этих 10 пакетов имеются такие, в которые входят зависимости, неудовлетворяемые уже установленными и сейчас установленными пакетами, то установщик сделать ничего не может. Потому что установщик ничего не знает про то, откуда эти пакеты прибыли. У него нет никакого понятия о репозитории. И первый раз у нас в полный рост встает слово репозиторий. Репозиторий. Вон же хранилище. В следующий раз. По-моему, тут мало галочек. Хранилище. Ужас. Помните слово «лишишься»? Возможно, я где-то сбился. Хранилище. Вся следующая лекция, помимо каких-то неизбежных выводов, которые все-таки должен сделать про дистрибутивы Linux, будет и свинако расхранилищем. А пока что, смотрите, где все пакеты? Установщик этого не знает. Он работает с теми пакетами, которые мы ему дали. Какие еще есть проблемы? Дерево зависимости. Кто будет делать? А на основании, собственно, чего? Чтобы построить дерево зависимости, нужно иметь все пакеты вот эти самые. Вот там, где все пакеты, там и дерево зависимости. Доставка. Кто вообще вот этому установщику, который ставит пакеты, принес эти пакеты? Пользователь? Ну, конечно. Все 18 тысяч или сколько там, не знаю, 4 тысячи. Поименно. Нет. Кто-то должен обеспечить доставку. И это часть понятия дистрибутив. Помните? Соответственно, как следствие, рекурсивная установка и удаление. Ну, хорошо. Рекурсивное удаление можно реализовать. Мы можем установщикам из пакета вычленить его зависимости и все поудалять. Ну, вот рекурсивная установка, она сопровождена вот с этим, с этим, с этим и с этим, и с доставкой в том числе. Ну и, чтобы не казалось, что это такие капризы, разумеется, обновление. Вот это вот главное свойство, которое установщик сделать просто не в состоянии, потому что он не умеет работать с хранилищем. Обновление. ответами на все эти вопросы занимается другой класс программных продуктов. Вот мы сейчас говорили про пакеты и про установщик пакет, а ответами на все эти вопросы занимается другой класс программных продуктов, который называется пакетный менеджер. Диспетчер. Не надо слово менеджер употреблять. Сейчас скажу, почему. Значит, пакетный диспетчер этим занимается. Диспетчер. Установка, удаление, проверка зависимости, регистрация в системе, распаковка. Вот этим всем занимается пакетный установщик. Неправильная тема. Пакетный диспетчер, конечно. Где все пакеты? Они в хранилище, в репозиториях. В одном или в нескольке. Как строить дерево зависимости? Надо скачать из репозитория вот эти индексы с там уже готовыми зависимостями, и потом с ними что-то делать. Как доставлять? Про каждый репозиторий написано, каким образом оттуда скачивать пакеты. То ли они лежат в файле, в смысле, в каталоге здесь же, то ли доступны по FTP, то ли еще как-то по FSYNC, я не знаю, по HTTP. Вот. Как осуществлять эркрусивную установку или удаление? Ну, ты берешь вот это дерево, вычисляешь его, и дальше смотришь, какие пакеты надо удалить, и при этом, чтобы ничего не развалилось. Вот. Довольно забавно. Допустим, если ты удаляешь что-то такое ключевое, что от него удаляются некоторые ключевые пакеты, пакетный менеджер под названием APT тебя спрашивает, видите, вот эти 8,5 тысяч пакетов, которые вы хотите удалить. Напишите, пожалуйста, вместо yes, yes, do as I said. Вот. А то мало ли? Федоровский ям тоже так делают, но APT делать так тоже. А он как делает, начиная с какого количества пакетов? Не знаю. Я думаю, что... Не могу, кстати, я не знаю, с какого количества. Может быть, не с количества. Может быть, он так делает, начиная, если видит какие-то базовые пакеты, типа Lipsy в списке. Могу соврать. Вот. Значит, вот эту задачу решает пакетный диспетчер. Задачу установки, вот те, описанные мной, решает задачу, их решает установщик. Значит, почему я так против слова менеджер? И на этом сегодня мы закончим. Дело в том, что в дистрибутивах от Linux традиционно в качестве установщика используется инструмент под названием RPM установщик. А в качестве пакетного диспетчера используется инструмент под названием APT. Вот. Таких дистрибутивов, как такого сочетания, их, по-моему, три всего. Вот. Этот самый PLD также устроен, еще кто-то третий. Вот. Ну, короче, из живых остался один только Альт. Хотя нет, PLD существует как-то еще. Такой Polish, это Linux Distribution называется. Такие поляки. Польские хакеры его содержат. Вот. Лет 5-10 назад это был дистрибутив, в котором можно было посмотреть, как собрать, ну, самый эзотерический софт. Вот нигде нет, а у поляков есть. Вот. Такие, ну, совсем запредельно эзотерические. Вот. А сейчас что-то они поутихли. Вот. Давно меня не выносило на PLD, но, тем не менее, там интересные были решения в те поры. Вот. Так вот, APT это аббревиатура и она расшифровалась как Advanced Package Tool. Да? Ну, понятно. Advanced Package Tool. На самом деле, это в Раке, оно не работает с пакетами, а в первую очередь, он работает как раз с репозиториями и со списками пакетов. Правда, он умеет эти отдельные пакеты доставлять, да? Задачу доставки не решать. А вот RPM расшифровалась как RedHut Package Manager. Да. Он смотрит прям, ну, метаинформация пакета это тоже пакет, она в нем содержится. А APT смотрит в индексы, он в пакет не умеет заглядывать. Ему не надо. Она в индексах лежит какая? Ну, вот нужная информация лежит в индексах. Что? Не нужно. Ну, индексы генерятся, а АПТовые индексы генерятся. Собственно, вот в Альте, поскольку АПТРПМ используется, то этот код специально написан отдельно. Вот. Если мы посмотрим то, как выглядят репозитории, мы там увидим специальные подкаталоги, где лежат вот токенные файлы с этими индексами, где вся эта информация уже есть. Заглядывать внутрь пакета АПТ не умеет. И ему не надо. Он работает с репозиториями и с индексами. Заранее подготовлены. Если индексов нет, АПТ работать не будет. Правда, я не знаю, как в DBAN-е, а в Альт-Линуксе есть специальный вид репозитория, который называется RPM-DIR, RPM-DIR, в котором может не быть индексов вообще, и АПТ чудесным образом залезает в хедер РПМ-а. Но это хак, причем хак конкретно альтовый. Я думаю, что типа репозиторий типа ДПКГ-ДИР, в тебя они нет. Могу ошибиться, надо проверить. Но это все равно хак. Дело в том, что работа с индексами это такая жесткая штука, что если их составлять вручную каждый раз, RPM-ДИР на тысячу пакетов, на 12 тысяч пакетов, будет работать до завтра. И поскольку установщик называется менеджер, а диспетчер называется Package Tool, я против того, чтобы вот это называлось менеджером. Я очень против того, чтобы что-нибудь называлось менеджером, чтобы не путать. Собственно, вот. Чтобы закончить, мне кажется, я уже время спою вывел. Чтобы закончить, скажу так. Когда мы разговаривали про пакеты, мы довольно много выставили условий, при соблюдении которых у нас получится хороший дистрибутив. Вот я их частично стер. Их тут много. На самом деле, этих условий еще больше. Вот одно из них озвучил, например, Алексей. Даже если все нужные пакеты стоят, нужно, чтобы в них не поломалось оби. Иначе программы не запустятся. И это означает, что формирование хорошего дистрибутива, удобного, хорошо работающего, очень сильно ложится на нижнюю часть, которая у нас, как вы помните, разработка и согласование. Разработка и согласование, ну, согласование в первую очередь, возможно только в рамках репозитория. И вот об этом, а также, наконец, я думаю, мы выйдем на финишную прямую про линуксы, мы поговорим в следующий раз. Вопросы по тому, что было. Что? Про сборку пакетов мы вообще не будем в этом семестре разговаривать, потому что мы еще не умеем собирать ничего по длине. Увы. Это на самом деле, Алексей, базовый такой первый курс из цикла. Я хочу рассказать про дистрибутивы вообще. Чем больше углубляться, тем больше спешил знаний нужно будет. Еще вопрос? Тогда спасибо. Спасибо. Спасибо.